Здравствуйте, Альвия. Сергей Игоревич, сегодня речь пойдет о таком грозном заболевании, как острый кератоконус. Расскажите, пожалуйста, каков его патогенез? Острый кератоконус – это заболевание, которое имеет еще несколько синонимов, в частности, водянка и еще есть такое научное название, как гидропс. Патогенез связан с тем, что при развитых стадиях кератоконуса в бессиметовой оболочке формируются трещины, которые могут очень быстро разойтись, и тогда происходит такое залповое поступление камерной влаги в толщу роговицы. Роговица резко утолщается, в ней формируются такие вакуоли, полости, заполненные жидкостью. Естественно, роговица сразу мутнеет, изменяет свою форму. Часто этот процесс сопровождается болями, роговичным синдромом. Естественно, сразу же страдает эпителий, потому что под него начинает скапливаться влага, возможно, даже слущивание эпителия. То есть, действительно, осложнение неприятное и возникает, как я уже говорил, на поздних стадиях развития кератоконуса. А в какие сроки возможно обратное развитие данного процесса? Да, отличительной чертой этого явления является то, что возможно и обратное развитие. Это может проходить в сроке 2-3 месяца, то есть постепенно может уменьшаться отек, особенно если мы проводим какое-то лечение на фоне лечения. И вплоть до того, что может даже смыкаться дефект десциметовой оболочки. И вот эти острые явления постепенно проходят. Таков тогда исход острого отека роговицы? И возможно ли восстановление целостности десциметовой оболочки? Восстановление целостности десциметовой оболочки возможно, но исход все равно неблагоприятный, потому что на месте вот этого острого отека потом формируется помутнение стойки, то есть возможно даже образование бельма. Если это близко к центральной зоне, то, естественно, будут очень значительные нарушения статы зрения, которые нам не удастся скоррегировать. Сергей Георгиевич, известно, что Вы очень много и очень эффективно занимаетесь с лечением различных стадий кератоконуса. А что нового Вы можете предложить для лечения гидропса, водянки роговицы? Для лечения гидропса мы разработали методику, вариант локального крослинкинга, когда мы формируем маску, которая проецирует ультрафиолет именно на зону обводнения, максимального обводнения роговицы. Ультрафиолетовый крослинкинг на основе рибофлавина приводит к тому, что создается такая компактизация массы роговицы. Она начинает от дополнительной шивки, приводит к тому, что она уплотняется, выдавливает влагу, что в какой-то степени восстанавливает геометрию роговицы и способствует более быстрому смыканию дефекта десциметовой оболочки. Исход в этом случае мы провели несколько таких процедур. У пациентов с острым кератоконусом исход в этом случае гораздо более благоприятный. Нам удалось, например, у одного пациента восстановить исходную остроту зрения, две десятых с коррекцией. Это была четвертая уже стадия кератоконуса. До вот этого эпизода у него была острота зрения две десятых с коррекцией. Нам удалось полностью вернуть ему, так сказать, утраченные позиции. Это очень радует, что у пациентов с такой тяжелой патологией наконец-то появилась надежда о сохранении зрения. А скажите, пожалуйста, как осуществлять профилактику в этом состоянии? Профилактика этого состояния, в общем-то, мы ее в основном относим к лечению более ранних стадий кератоконуса, то есть ранняя диагностика, и необходимо на более ранних стадиях приступать к лечению, поскольку сейчас не существует какого-то определенного однозначного стандарта для лечения кератоконуса, как это, например, принято в хирургии катаракты, когда там все ясно. Есть очень много вариантов лечения. Мы предпочитаем проводить локальный кросслинкинг, который обладает и рефракционным действием, и в то же время он позволяет защитить центр и область самого апекса, фокуса кератоконуса, защитить его от чрезмерного растяжения. То есть мы препятствуем развитию дистрофической змеи в десциметке, формированию так называемых линий фокта, или складок фокта, вдоль которых, кстати, и происходит обычно разрыв. То есть основная задача – это не довести до формирования изменений в десциметовой оболочке. Спасибо вам большое за очень содержательное и очень полезное интервью. С вами был Сергей Игоревич Анисимов, Альгий Назыров. Это был АйТок – научно-образовательный проект об актуальных проблемах в термологии. Спасибо. 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 Спасибо.